И в завершении новости спорта. Напряженная атмосфера, упорная борьба и развязка лишь в заключительной партии. В Заполярной столе состоялся финальный матч традиционного турнира по волейболу. В нем приняли участие команды ветеранов регионального отделения полиции, собрания депутатов Ненинского округа, прокуратуры, МЧС, управления Росгвардии, а также военнослужащие. В финальном поединке соревновались сборные судей и УМВД России по Ненинскому округу. Владимир Рожин побывал на игре, выяснил, какая команда оказалась лучшей и завоевала кубок победителя. Сегодня их привычная строгая рабочая форма сменилась на спортивную. Лицом к лицу встретились две лучшие команды, которые без поражений прошли весь турнир. Как результат, с первых минут на площадке идет абсолютно равная борьба. Все поддерживают друг друга и стараются принести максимальную пользу своей сборной. Это, конечно, пропаганда здорового образа жизни. И также я считаю, что сплоченность в коллективе, потому что здесь все команды встречаются вроде как равные. И между командой идет какая-то сплоченность, потому что и болельщики, и они болеют за друг друга. Первая партия остается за командой судей, но закрепить успех не получается. Два следующих сета выигрывают полицейские. Впрочем, их соперникам все же удается сравнять счет и перевести матч в дополнительный пятый период. В решающей партии сильнее оказались стражи порядка. Несмотря на напряженную борьбу, итог вполне ожидаемый. Традиционный ежегодный турнир они выигрывают уже в пятый раз, причем подряд. Вначале мы как-то были уверены, что выиграем. Когда первую партию мы проиграли с таким непонятным счетом, немножко пошел мандраж в команде. Но психологически настроились, ребята настроились, слушали друг друга. Изначально, значит, говорили, что судьи, они будут в фаворитах. Мы на них готовились, хотя здесь третий месяц всего лишь готовились. Но игра получилась интересной, тем не менее, равной, я скажу. Но сегодня сильная. Проигравшие же второму месту особо не расстроились. И уже в следующем году планируют учесть свои ошибки и все-таки отвоевать кубок у постоянных чемпионов. Игра, думаю, получилась. Все получили удовольствие. Хотелось бы занять первое место, но я думаю, что постараемся на следующий год, что мы смогли сегодня. Наверное, много разных факторов. И усталость, и, может, какие-то небольшие ошибки, может, это переоценка своих сил. Будем думать, будем стараться. По словам судей соревнований, обе команды показали практически одинаковую подготовку. Но все же команда полиции показала более организованную и сплоченную игру. Команда МВД на протяжении всего турнира смотрела симпатичнее. То есть у них есть и нападающие, есть кому пасовать. А у юристов просто не хватило, наверное, тоже связующего игрока. Для того, чтобы, да, атака начиналась. На торжественной церемонии закрытия соревнований участникам команды ОМВД России по Ненинскому округу вручили кубок победителя, диплом, а также медали. Второе место у судей. А почетную бронзу завоевали представители регионального отделения МЧС России. Лучшим игроком турнира, по мнению организаторов, стал сотрудник дежурной части полиции Олег Петров. Владимир Рожин, Вадим Стасюк, Телеканал Север.